Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Предлагаю вместе с вами посмотреть озвученный фильм, который вышел на телеканале Казахстан на казахском языке. Мы сделали тубляж этого фильма и сейчас узнаем, о чем же Димаш поведал в этом кино. Смотрим! С самых малых лет я рос под влиянием известных казахских поэтов. Я очень люблю поэзию Мукоголи Макатаева и казахского классика Абая Кунанбаева. Их великие произведения я перечитываю по много раз. Также мне нравятся и другие казахские поэты и писатели. Я также с удовольствием читаю поэтов других народов, поэтов Серебряного века, Льва Гумилева, Владимира Маяковского и многих других. Поскольку каждый певец напрямую связан с поэзией, литературой, певцу необходимо все время быть в курсе произведений этих поэтов, а также писателей. Ведь песня – это стихи, которым нужно написать музыку. И очень важным является содержание песни, а также тема песни, и какие ценности воспитываются в песне. То есть какие чувства, какие мысли там присутствуют. Также важна стихотворная форма и форма музыки произведения. Имя мне выбирала бабушка. Она хотела имя Мухаммед. Это имя пророка. Посовещавшись всей семьей, пришли к выводу, что имя пророка Мухаммед очень ответственное, и сможет ли новорожденный соответствовать бремени этого имени. И семья решила дать мне имя первого руководителя республики, заслужившего признание народа человека, Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева. Это имя было дано с желанием того, чтобы я достиг таких же заслуг, уважения и любви народа, как и этот руководитель. Если мы будем брать пример у таких заслуженных деятелей культуры, как Роза Багланова, Ермек Серкибаев, Альбек Днишев, которые показывают миру казахскую культуру, то мы всегда будем людьми с высокой духовностью, богатой личностью и достоинством. Возможно, я не всегда так рассудительно и взвешенно говорю, как в интервью. Но нужно стараться быть всегда таким в жизни. Если человек, например, стал популярным, то нужно принимать это как Божий дар и быть сдержанным. Бог испытывает нас по-разному. Кому-то достается многое, а кому-то очень мало. Бог смотрит на то, благодарен ли тот, кому он дал много, и мудр ли тот, кому он дал мало. И исходя из этой концепции, молодые люди должны ценить то, что имеют. Иначе можно вмиг потерять все, что есть. Отличительная черта, казахской музыкальной культуры, на мой взгляд, заключается в широте отображаемых ценностей души и исторической доли народа. Казахские песни различных жанров очень широко и в полной мере раскрывают характер и психологию народа. Переслушавшись к ним, вы почувствуете эту широту и многообразие песенной культуры народа. В последнее время мои дела планируют мои продюсеры и менеджеры. В Казахстане в последнее время работа ограничена из-за вирус. От организаций концертов нам пока приходится воздерживаться. Мы стараемся посещать только студию. О концертах стараемся не думать, потому что главное сегодня это здоровье людей. Мы молим Бога, чтобы все выздоравливали и никто не болел. Мы работаем над синтезом новых направлений в музыке и стараемся создать новые произведения, новые подходы. Мы экспериментируем. Мы также занимаемся детскими и юношескими талантами. Уявляем их в разных городах Казахстана. Развиваем у них все их лучшие качества. И мы хотим создать что-то новое, что-то такое, о чем мы мечтаем. Мы хотим создать родину, что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое. Нам всем нужно ценить Отечество. Я хочу, чтобы у народа улучшалось благосостояние, чтобы был мир, чтобы была независимость от всяких неблагоприятных явлений. И мы бы все вместе жили в процветании. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый мог заниматься своим любимым делом и постоянно в нем развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что песню «Самалтау» уже все слушатели перевели на свои языки. Для меня эта песня имеет особый духовный смысл. Субтитры создавал DimaTorzok «От тяжелой доли народа, о его страданиях. Поэтому к ее исполнению я готовился с особой ответственностью». Всем привет! Привет! Это наша студия. Здесь мы пишем звук, и здесь рождается песня. Ирлан Бекчурин. Прекрасный саунд-продюсер. Прекрасный аранжировщик. Ужас Курманбек. На мой взгляд, самый сильный кубэзист. А это наш общий отец. Сейчас они играют последнюю, совместно созданную с Ринатом Ага, песню. «Карян Елим». Покажите, пожалуйста, как звучит кубэз. «Карян Елим». Знаете, Джеки Чан, Андрея Бачелли, Лара Фаби и многие другие, с кем мне посчастливилось лично общаться, в Америке, в Китае, в Европе, все они мои самые любимые артисты. И оказалось, что в обычной жизни они очень простые люди. Эти артисты стали великими людьми, они настоящие живые легенды. Их всех можно назвать настоящими звездами, потому что они самые известные в мире артисты. И они являются для меня примером в том, что они сохранили свою воспитанность и человечность. У них нет высокомерия. Я такой человек, который не очень любит публично говорить о своей мечте. Ну, хотя ранее я как-то сказал об одной своей мечте. Эта мечта – получить Грэмми с песни на казахском языке, если, конечно, предоставиться такая возможность. Я очень сильно мечтаю об этом. Он инспирает люди, он спасает жизни людей. Но нет никакого секрета для достижения своей мечты. Есть только один путь – достичь мечты – это много трудиться. Я хотел бы сказать всем моим братьям, сестрам, ровесникам и тем, кто идет по моим стопам – никогда не отрекайтесь от своей мечты. Бывают ситуации, когда случаются неудачи, невезения, все идет не по плану и мешает вам идти вперед. В такие моменты вам нужно изучить биографию великих личностей, которые добились больших успехов. И тогда вы поймете, что вы сможете достигнуть вашей мечты только если не остановитесь и будете продолжать к ней идти. Независимость страны завоевана нашими предками ценой большой крови. Мечом и копьем. Наши предки, не жалея своей жизни, ради будущих поколений, ради счастливой, безоблачной, спокойной жизни, отстаивая свою землю до последней капли крови. КОНЕЦ! Ну что ж, отличный фильм, невероятно душевный, интересный, глубокий. Поэтому предлагаю воспользоваться прямо сейчас заветом Димаша и отправиться трудиться. Трудиться на благо своей мечты. Алга! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все. Игорь Снежин, в комментариях, я вам покажу вам прохладение. Увидимся! Игорь Снежин, в комментариях! Мы не перечислили все. Игорь Снежин, я же вернусь! Продолжение следует...